Рак Что-то новое в скором времени не появится, однако и в обозримом будущем чего-то хорошего не ждите. Как от нас, так и от жизни, собственно говоря. Вот, собственно, несколько человек присоединилось, и мы хотели бы обсудить с вами вещь, которая называется телешоу, наши придуманные. Думаем завести канал, ну, альтернативного телевидения, скажем так, малобюджетного. Ну, хотелось бы вообще обсудить, типа, этот формат какой-то, да, как вы думаете, то есть это будет, ну, абсурд, естественно, да, им все смешали здесь, полный абсурд, с абсурдными названиями, ну, каждое шоу, наверное, максимум, там, две серии, скажем, три. Ну, то есть это, как сказать, такой формат сумятицы. Они, кстати, вот, видишь, они что-то, обоясните, пожалуйста, вот, что там в треде хип-хоп, видимо, что-то происходит, или вообще про хип-хоп вы говорите в целом. Потому что Илья занят сейчас, как бы, ну, разработкой проектов, ну, вот, телевизионных. Коммерческой такой деятельностью больше. Которая больше не будет, ну, приносить денег, скажем так. Так, исключительно отмыв денег, скажем так. Вот, первое шоу, которое мы сегодня придумали, это баня для животных. В принципе, мы до сих пор не можем успокоиться, то есть это достаточно потешено, на наш взгляд. Ну, вот, шоу в бане про животных, то есть мой взгляд на баню для животных, там, мы как-то это все снимаем, да, реально пытаемся в парилку попасть с реальными животными, и не попасть за решетку при этом за жестокое обращение с животными. Возможно, это будут не всегда, как бы, животные, а мясопродукты. Блин, там очень много, кстати, людей пишут какие-то гадости оскорбительные. Ну, пока что, ладно, это уже зоозащитники, видимо, уступают. Ну, и по поводу моего сольного альбома, да, как бы, не будет сольного альбома моего, скорее всего, никогда. То есть, ну, это серьезно. То есть, что таких вопросов не хочется, да, их? Вопросов. Да, животных, ну, парить с ними, париться, да, какие-то методики разрабатывать. Не, никакой, не зафилии, ну, просто, типа, баня для животных. Мы даже погуглили, как бы, есть инфракрасная баня для животных. Ну, вот, полноценной баня, ну, как, русская, да, ее, как бы, нету. Ну, редко встречается, возможно. Вот, так, следующее шоу, которое мы с вами обсуждаем. Мы просто так, ну, заявку делаем на то, чтобы никто эти идеи не спиздил. Хотя, ну, типа, мы права никак не регистрируем на эти шоу, потому что, в принципе, 10 минут посидеть, и 10 шоу уже, как бы, в кармане. Ну, и у самих у нас даже и регистрации-то нет. И 10 рублей, наверное, в кармане найдется. Так, а что мы там дальше, у нас какое было, это? Второе шоу. Второе шоу? Это не, сейчас, секунду, одну секунду. Вот сейчас мы это пока что... Так, скажем, прайс-лист надо восстановить. Второе шоу, это ремонт бетоном. Шоу, в котором мы только используем цементный раствор, вот, и делаем ремонт людям, там, и так далее. Возможно, заказы какие-то, если поступят у вас сейчас. Мы начнем это шоу в ближайшие выходные уже. Ну, в директ пишите, если вам надо что-то, ну, ну, то есть домашнюю утварь какую-то, столы бетонные построить. Главное, директрисе не рассказывайте ничего, потому что у нас и так напряженные отношения. Вот с ней, да. Какие альбомы больше, ну, скорее всего, пока что не будет, ну, потому что у нас серьезные дела, ну, уже пошли, гораздо серьезнее. Вы понимаете, что творческие процессы это такая вещь, ну, хочется развиваться. Спасибо, что кто-то помнит про помидоры, как бы, нешуточное дело было. О, Ваня, здравствуйте. Мы тут разрабатываем шоу. Ты, как истинный ценитель телевидения альтернативного, должен к нам присоединиться. Так, ну, так вот. Контрольная закупка, это только если через торс с моим участием когда-нибудь, может быть, будет. Ну, такая, знаете, типа, непонятное шоу, как мы... С погонами. С погонами, там, с чайками, вот эти, как их еще называют, с землеройками, там, вот это, короче, только в таком формате. Уфальный МС даже присутствует. Я же вам уже сказал. Так. Ой, Степа Детреф тоже присутствует. Всем привет, просто. Мы не успеваем тут вам озвучивать все сразу. Так, смотрите. Будет только шоу «Замуж за Пососякина». Так, ладно. Третье шоу, которое мы придумали, вот. Майонезный гулёна. Если среди вас есть любители путешествовать и любители, ну, перекусить майонезом, скажем так. В чистую, то есть, майонез рассматриваете не как... Соус какой-то. Как соус, да, как отдельное блюдо. Просим директ написать, проводим кастинг, то есть, в ближайшее время рассматриваем снять несколько гостиниц целиком по всей России, то есть... Ну, да, ну, попробовать шведский стол, вот этот майонезный попробовать сделать. Ну, ребята, если серьёзно, то это шоу должно, как бы, понравиться многим. Потому что в России, ну, типа, так майонез любят, ну, что иногда страшно. Мы майонез вообще не любим. Не едим вообще абсолютно майонез, но вот как люди, которые, скажем, едят майонез за нас живут, то есть, если мы не едим, значит, кто-то есть за нас, да? Вселенная, она сбалансированная, как завтрак. Ну, какой-то майонезный завтрак. Майонезный завтрак, да, сбалансированный майонезный завтрак. И хочется посмотреть за жизнью это. Вот, видишь, как бы, отписываются уже, что дед в деревне ложками жрал майонез. Вот, да-да-да. Так, ну, это всё, разумеется, в таком формате, что не будет человек просто приходить в магазин и покупать майонез. Но он будет ходить в кафетерии различные, рестораны там и пытаться... В поминальные особенно часто он будет заходить. В поминальные совсем здорово. То есть, где он будет просить, то есть, у него на кутюю будет хватать денег, а на мазик уже нету. И, то есть, ему придётся как-то выкручиваться из этих ситуаций. Ну, то есть, в этом телешоу про майонез будут какие-то лайфхаки, как добыть, скажем, ингредиенты майонеза. У него будет весь набор, чтобы сделать майонез вот в подручных условиях. То есть, знаете, как у наркомана, там, ложка есть, да, там, две ложки обычно, ну, чтобы если таблетки размять, там, ну, вот такие вот темы. А здесь будет венечка, ступка, там, ну, чтобы, короче, нормальный майонез вот из ничего получить, грубо говоря, вот так. Я вот говорю, только что рассказал про майонез. Ну, все уже начали, вот эти лайки посыпались из майонеза, ну, из ничего, грубо говоря. Вселенная сбалансирована, как завтрак. Ну, то есть, в принципе, цитируемость нужно повышать. Самое главное, что нам самим смешно от наших цитат, потому что мы их всё равно запоминать не успеваем. А вы пишите, как бы, там, на листочке, и потом, ну, опять же, вы директ присылаете самые интригующие моменты, мы на их основе, как обычно, будем песни писать. Четвёртое телешоу, оно, как бы, ещё, ну, не совсем понятное, ну, то есть, это для детей, как бы, да, ну, детский такой формат. Ну, да. Называется «Мамины батарейки». То есть, подожди, подожди, можете ли вы, как бы, нам подсказать, какие ассоциации вызывает название телешоу «Мамины батарейки», вот, ну, о чём оно, да? Главное, ну, хронометраж, как бы, ну, и вообще время какое там на это шоу нам выделять, утреннее, там, и так далее. Вот. Так. Ну, мы будем молчать, пока нам. Ну, про тампоны, как бы, ну, нет. Не-не-не-не-не. Это дважды-два, это уже всё в прошлом давно, если там наклейка осталась, то, ну, типа, ничего не важно. Это просто надо... Да не надо сейчас, а то там, ну, блейзер склеится. А, это же нам тогда, и как раз это, мы блейзер заклеивали, потому что, вот, нам на телевидении запретили блейзер рекламировать и Nike. Вот, потому что, ну, такая коллаборация присутствует, Nike Blazer, ну, просто есть же такая модель даже. Это коллаборация специально для того, чтобы было удобно в подъезде спать. Ну, ладно. Мама, батарейка, папа. Так, мы пропали на одну минуту буквально. Сейчас мы к вам вернёмся. Ты пока останься, пожалуйста, это... А ты можешь свой телефон мне дать, пожалуйста, совершить некий звоночек шагной? Сейчас тут мы договариваемся о том, чтобы телеканал «Звезда» выкупить. Ну, просто это батарейки там, чтобы заказать. А можешь этот секретный код ввести? А, о, спасибо. Ты там общайся с людьми, пожалуйста, не молчи. Не, я предпочитаю, как бы, не общаться с людьми. Ну, может быть, вопросы какие-то есть вообще, собственно говоря. Прикалывает и заставляет Акуджаву. Да, ничего на самом деле такого интересного. Про это дважды два просто позвали и позвали. Как бы формат был определённый. Им требовался и позвали, и всё. Ну, то есть, как... Как, не знаю, как и всех зовут там куда-то. Так и тут позвали. Ой, лично у меня сольника не будет вообще, скорее всего, никогда. Ну, честно, у меня просто не хватает ни сил, типа, ничего там. Ну, фиточки будут, да, мы попозже запишем. Не, на дважды два не работаю. Вообще занят абсолютно другим. На Лигу Гнойного, ну, возможно, когда-нибудь. Если Кирилл меня уговаривает больше двух лет уже туда пойти, ну, что-то никак не получится. Ну, клип, не знаю, возможно. Ну, плакал, было дело. Я нахуй лысый, да, чё. Да, черниговская на маске. На дважды два остались эти наклейки, потому что... Ну, вот Кирилл уже рассказывал, что когда мы это... Снимались там надо было все, типа, бренды, с кем у них договора нету, типа, нужно было заклеивать. Собственно говоря, к этому стилю чехла для телефона я и стремился всю жизнь. Ну, работаю, да. Но у меня только совместки только с Кириллом и планируют, собственно говоря, ни с кем особо, типа... Совместный релиз будет, да, попозже. Ну, сейчас он там, типа, мы по закладочке взять должны. Он там сейчас звонит просто, надо сейчас дозвониться. Ну, я не знаю. Да вы чё, ебанутые с Мольдой записываться? Зачем вообще? Как бы у нас формат-то разный. Я ее вообще не надевал на протяжении полугода. Ну, когда-нибудь и будут. Ну, почему? Да я плохо отношусь. Идея с маской пришла просто... Ну, просто нужна была мне маска, и всё. Грубо говоря, мы купили ее и начали обклеивать всякую хуйню, которая поотваливалась. Ну, типа, вот эти вопросы, как вы познакомились, там, типа, это вообще, типа, все странное. На Дом-2 мы собираемся, да, но в виде, там, этих подсобных рабочих только. То есть только в таком формате. Ну, просто, если бы, например, следил, там, Иван побольше за отборщицем, ты, наверное, понял, что, там, с истоков, грубо говоря. Мы с истоков, там, вместе. Собственно говоря, как эти страшный секрет, особенно про рыб. Типа, группа Сатана печет блины, как какую-то рыбу, я тебе советую, там, ты поймешь для себя всё. Когда замуж за смешарика, ну, типа, ты знаешь, такая трабла, типа, есть. То есть, ну, кстати, вот эта вся потеха в том, что на Двачи, ну, типа, не будем утверждать, правда это или нет, но, типа, я в курсе этого, я видел. Цитату свою любимую, вот этот, брат за брат, так за основу взятый, я только такие люблю. Да, истории интересной нету, на самом деле. Из смешариков больше всего нравится этот, ну, наверное, пингвин, он самый такой конченый, какую-то хуйню собирает, постоянно непонятную. Я, вот, к Соломиным енотам, там, что-то Кирилл мне рассказывал, но я как-то не шарю, на самом деле, за, вообще, за группу, там, за всё это, я вообще далёк, типа, от музыки, от всякой. Грубо говоря, Кирилл у нас потерялся, он, там, пытается найти клад, пока не успешно. Я, не, я не служил. Да, на самом деле, особо никого не слушаю, вот, серьёзно, типа, то есть, если там в машине ездишь, да, радио, как бы, играет, и то так, просто, на заднем фоне, просто, чтоб шум какой-то был. Кем работаешь? Ну, скажем, индивидуальный предприниматель. Бизнесмен средней руки. Смотрите, как мне подсказывают. Я, вообще, не знаю, что это за чувак с FB4, который он называет смешариком. Тут, нахуя, только смешарик. Кирилл? Кто такая София Балашова? Я знаком с ней? Это продавщица. А, не, не, ну, не знаю, я же с ней не знаком, не, не знаком. Как последний альбом Фейса, я не знаю, я не слышал. Меня спрашивают, очередь в Сильпо 2, скоро? Не, не скоро пока. Не, не скоро, у нас даже, это, у нас даже минусов-то нету, у нас даже микрофона-то нету. Я продал недавно какому-то пенсионеру микрофон свой. Все продали, все заложили. Вены сами себя, грубо говоря, не прокормят. Так, ребята. Я уже устал, кстати, тут столько, они такие вопросы странные создают. Вертушка, он это, лечится сейчас. Он удалился отовсюду, ему, потому что, ну, немножко неловко перед всеми слушателями. К смешарикам, ну, не знаю, особо никак не относимся. Ну, я смотрел, вот так иногда приходилось, с какими-то, если детьми сидишь. Ладно. Про момент батарейки пока что мы не будем рассказывать. Ну, там не очевидные, кстати, ничего не выяснили. Да, вот. Времени у нас немного, потому что мне уже там это, геоданные некие сообщили. Поэтому следующая вещь, которую мы быстренько обсудим, называется полупупы. Это серия передач, в которых, ну, то есть люди, что они делают, приходят, ну, вот, если вы знаете, что такое пупы, то это передача, которая, ну, как бы и построена на том, что там люди уже изначально пупами общаются. То есть, не так все и трудно это будет снять, вот. Блядь, ну, почему они-то всю ерунду пишут? Сука-то, все, что не надо. Мы тут обсуждаем серьезное. С Кадаром будут тратить еще? Там не Кандаром, а Кандером. Ну, а с Кадаром будут, и это мой вопрос, это я не читаю. Ну, возможно, будет, но он не хочет пока что. В Тюмени, между прочим, на концерте было 13 слушателей, начнем с этого. Так. Будут анекдоты про лупую пупу только. Что, собственно, великий позор. Потому что мы знаем очень много анекдотов. Возможно, мы как-то подкаст записываем. Мы хотели вообще сейчас подкаст записать опять, ну, вот, песни какие-то наши любимые, не очень. Ну, по времени не укладываемся, поэтому эфир просто ведем. Душит, душит уже времечко. Да. В общем-то, про полупупу он тоже мне нравится, и от этого все будет, как бы, ну, решаться судьба передач. Ладно, есть еще одна концепция, называется несбереженный родственник. То есть, я думаю, это всем нравится. Это часто, я думаю, ну, у всех такая бывает. У всех есть родственник, которого не сберегли. И, скажите, вот, ребята, ну, мне просто не нравится, что они, как будто, знаешь, у нас, типа, расфокусировка идет. Типа, мы... Что-то рассказываем, да, тут просто чушь какая-то, на самом деле, полнейшая. В чатике, как будто люди из других, ну, ну, типа, ошибка какая-то произошла. Ну, ладно. Короче, ну, в итоге, несбереженный родственник, это серия передач о родственниках, которые вы потеряли. Не то, чтобы вы жалеете об этом. Вот, ну... Ремонт бетона больше всего понравится. Да? Блин, ну, ладно. Тогда несбереженного родственника тоже пропускаем, потому что, судя по всему, тоже... И последняя, давай, последняя. Кульминационная, в принципе, передача. Да, кульминация. Называется «По тайной престиж» передача. Про госслужащих нижнего ранга, которые, ну, умудряются украсть какие-то там, скажем, 500-600 рублей в месяц, да, ну, при зарплате в 5 тысяч, и они пытаются какую-то вот купить роскошь, предмет роскоши, который легко сокрыть. Ну, да. Ну, то есть, какую-то там, вот, не знаю, там, ложечку золоченую, да, и вот ее прячут, нервничают, и это все... Ну, как сказать, так все и происходит. Ну, да, но мы подумали, что они должны вот максимально мало места занимать, эти вот потайные престижи. Ну, даже если, скажем, человек вот под конец года умудрился весь остаток бюджета пильнуть там, ну, на несколько миллионов, он должен умудриться очень маленькое что-то купить, потому что, ну, обычно это очень тупо происходит, когда к ним приходят, у них там миллиарды рублей лежат, просто так, на полу. А вот если вот у него там какая-то, ну, не знаю, там, выжимка из лисицы какой-то редкой была бы, я не знаю, просто, ну, вот, которая в бане отсидела в нашей, ну, это уже другой разговор бы, разумеется, пошел бы. Так что... Что это такое? Я вот, не знаю, у вас пропаганда сигарет пошла какая-то. Прошло карман. Что? В воровской карман. Ну, ладно. По поводу Ярославля у нас ничего не получилось, никаких концертов. В Ярославле шоу вообще не примут. Вот это там тоже, в этом Ярославле исключительно будет, это, ремонт бетоном сниматься, и после того, как, ну, бетоном все отремонтируют, сразу начнется баня для животных в этом же помещении. А так как, типа, все, что должно было сделаться деревом, окажется бетоном, то есть деньги уже попилены, и потайной престиж сразу попрет. Вот. На этой же волне, как бы, и все остальные шоу там же будут. Потому что мы, как бы, живем нынче в Москве, возможно, или не в Москве, а рядом с ней. В Москве. Да. Такой-то город когда-то был. То есть майонезный гулено в Ярославле, ну, как бы, тоже предстоит отснять. Так что предлагайте ваши города. Мы, разумеется, исключим их из списка потенциальных, скажем так. Потенциальных. Просто потенциальных. Потенциальных. Мысль закончена. Да. Ну, можно еще. Ну, мы подумывали, типа, новогодний формат, когда, вот, типа, все наши шоу, они как-то сплетаются, типа, еще более интересно. Типа. Ну, да, с животными, чтобы вот люди, несбереженных родственников, там, вот, отправлялись к баню с животными, там, и так далее. И ремонтировали полупупы. В Самару, и в Казани, ну, и в Калининград. Ну, вот, Калининград единственный концерт будет, больше не будет никогда концертов. Вот Красноармейский, вот Краснознаменск, все города на красно, меньше там, где, ну, 50 тысяч населения, с удовольствием приедем за небольшой гонорар. Ну, если вы хотели бы, ну, типа, возможность есть там, ну, типа, скажем так, с начальником колонии договориться, точнее, не колонии, а СИЗО. И мне разрешат приехать там выступить, то, как бы, почему нет? Просто, ну, как бы, известно, что в СИЗО там все очень дорого стоит, но, в принципе, можно тоже там все, что хотите достать там. Проституты, героин и так далее. Да, то есть, как бы, разумеется, концерт мы вам сможем там дать. Ну, ну, за отдельную плату, разумеется. И, ну, желательно стрим еще сделать. Так. Последнее мы даже озвучивать не будем, скажем так. Как само собой разумеющееся. Да, вот, предложение приехать нам в некие места, ну, не стоит там... Так, это тоже мы пропустим. Так. Ну, вряд ли. Если это производители майонезы какие-то пишут, это одно, типа, а так, не уверен. Потому что я пытался договориться, ну, как-то вот сконтактироваться с, как это, Ясно-Солнышко, или как оно называется, вот эта фирма, которая производит овсяные хлопья, и там у них вот эта семья Овсянкиных. Я им писал, вот, пытался выйти на диалог конструктивный, они отшучивали, смайликами там пишут там и так далее. Ну, короче, идиотизм полнейший. Так. Ну, если вы готовы организовать красноармейский там, или вот что-то еще... Ну, подожди, вот там интересно, кстати, про дживик. А дживик, какой дживик, расскажи, вот этот химозный, типа, непонятный, у нас просто была история. В общем-то, длиной в жизни. Какие животные будут в пилотной серии? Парнокопытные крупные в основном. Хотелось бы молодого бычка найти. По ошибке, скажем так. Ну, сейчас просто это, объявление будем на авито искать, ну, и так далее. Ну, вы понимаете, о чем я. Вы вот это полное вообще, просто такую хуйню спрашивают. Откуда новости кто-то берет? Ты понимаешь, что это как такая чушь? Ты говоришь, вопрос задаешь, типа, о том, что кто-то, типа, ну, какие-то догадки носит в себе. То есть ты не спрашиваешь, типа, будет ли совместка с Депо. А вот откуда я могу знать, что человек придумает, там, ну, типа, из головы своей, или еще от кого-то, от третьих лиц, четвертых лиц и так далее. Это же, ну, бесконечные, типа, возможности вариант. А если бы ты у меня просто сам вот так вот откровенно приспросил, я бы тебе сказал, что нет, не готовится ничего. Вот просто про новые треки, как бы, у меня уже, ну, наверное, просто люди не подключались. Я же говорю, что потенциально, ну, когда... Не, ну, будут треки, но не сейчас. И не со мной. Не, ну, какие-то вообще новые треки же будут на земле появляться. Ну, да. Там про это было смешно, про вот это... Про барана из Орловской области, или что? Не, не, пробую пропускать бочка. Большие гонки это были уже. Оставишь эфир в истории, на начало не попал. Не, не оставим, удалим сразу. Потом на каком-нибудь этом рэп-канале, окажется, он еще там, оно не нужно нам. Потому что мы всегда лишнего припизднем, а потом люди на нас надеются, скажем так. Так. Ну, я буду только фиты делать, то есть я вообще говорю, я не приемлю свою творчество как нечто отдельное от чего-либо. Нам кто-то постоянно еще запросы превышает, я просто этих людей не знаю, если бы я кого-то хотя бы знал, кто там это из знакомых присоединиться в эфир. Просто я, ну, с незнакомых номеров, грубо говоря, не беру, а вы пытаетесь именно этим заниматься. Еще, кстати, я не могу лайки поставить себе. Почему это? Ну, тут нельзя так делать. Маска у него называется, ну, у него эксклюзивная маска, сделанная на основе маски для театра кабуки. Вот. И с помощью использования звездочки металлического происхождения, этикетки Абблейзера и других разных вещей, которые, ну, а в обычном, ну, чемодане, рюкзаке у человека лежат. Так. А еще, кстати, проблема-то следующая. В том, что в этой маске я питался квашеной селедкой Сюрстреминг, и она обладает до сих пор неким запахом, но уже в меньшей степени. Будет только фит с Чиванго-хитрым лучником. Ну, вот если кто-то поймет, кто это... Да, если кто-то шарит за Чиванго-хитрого лучника, пожалуйста, отпишитесь. А Подлокотников, он, ну, типа, в лесах в основном, типа, тусуется. Он грибы сейчас, мухоморы курит. Ему вообще все уже, типа... Он, кстати, заезжал недавно, что-то пытались записать даже. О, Максончик, здорово. Как у тебя жизнь? Давно с тобой как-то этот... Не ругались. Концерт в Москве не планируется. Мы теперь не выступаем вообще, в принципе, скорее всего, нигде. Ну, почему будем только какие-то... Ну, да, красноармейские и там далее, да. Вот в Семипалатинску очень хочется приехать, в Казахстане, ну, то есть... Просто... На ртутные озера искупаться. Нам просто исключительно хотелось бы, чтобы афиша выглядела смешно от того, что там будет, ну, какие-то названия городов странные и все. Нет, Жори не будет, скорее всего, фит просто, но он такой, этот, уставший человек, по-моему, других дел хватает. С Пикулем, может быть, что-то и будет. Однако, просто Пикуля тут никто не знает. Вот. В частности, и я. Частично его знаю. То есть, не могу сказать, что я уж так хорошо этого человека знаю. Я не могу о его мыслях судить и так далее. Все. Что все? Все. А, все. Все. Так, и, кстати, еще хотелось бы сказать, что я на ТикТоке завел, короче, канал, и будем туда скоро вот эти вот лить. Про ТикТоник. Все будет связано исключительно с ТикТоником. Не, у нас реально охуенные будут, блядь, это такое опоздание, что ли, людей, или это, то есть они про ТикТоке типа через полчаса еще услышат. Это пиздец, можно сейчас такую чушь нести, а не... А потом сбросить просто, когда все, поганые вопросы. Что за дядя Юра? Блядь, в словаре написано, что это собирательный образ. Смотрите словарь к альбому, кто такой дядя Юра. Пока. У Мерда Кила все изумительно. Ну, ТикТок там, ну, Кирилл Овсянкин будет. Вот и под Краснотуринск, или как там этот город, то самое удивительное, что 14-летний парень ходил в администрацию этого города. Это еще перед выборами неких президентов Российской Федерации было. И он пытался выбить, типа, 15 тысяч, чтобы меня туда привезли во время тура, чтобы я на городской площади выступил. Но ему сказали, что, типа, блин, братан, там все дела, и какой-то этот похабщенный твой дружок занимается, нам не надо таких. Они там рэпера Хоуми зато привозили. Понимаете? Все мои Хоуми любят наркоту. Скуби-дуби-ду. Дальше рифмы я не могу. Ну, потому что Юра, это прям, ну, типа, это что-то такое, типа, ну, сакральное. Коля, это не сакральное, Юра сакральное. Да, обзор будет, надо, чтобы Флинт его смонтировал просто. Впетели на охуенно. Ну, мы больше это, индейку Пава-Пава любим. Нет, пойди, считай, все популярно. У нас даже не получается в Краснотуринск какой-то приехать. У нас даже не получается сделать так, чтобы нас запретили. А МС настоящего альбома будет, он просто скоро это приедет ко мне, допишет последние там куплеты. У него проблемы возникли, то, что сейчас огромная гашишная эпидемия в городе Малмыш, и, ну, там все его кенты подсели вместе с ним. Ну, в общем-то, надеюсь, что мы его подоткачаем, и он запишет альбом уже. Такими вещами о количестве сделок мы хвастаться будем только в прокуратуре. Здесь мы не будем. Давайте уже без этих зигометаний и так далее, скажем так. С бифидогостоком, кстати, фит скоро будет. Ну, такой немножко серьезный, грустный. На альбоме «Молодежь убирает космос». Так. Я вообще, что-то люди спрашивают, ну, какие-то информационные вещи, да, там, типа... Ну, да, да, да. Я вообще в информационном вакууме, на самом деле, походу, живу, потому что я, типа, вообще ничего про это не знаю, даже музыку не слышу. То же самое, но, типа, когда там будут, не знаю, там... Когда будут фиты, ну, типа, это вообще сложно. Ну, вот, гофит, ну, типа, ну, просто это же все так не делается, вот, ну, серьезно. Пока что нет. Вот, с чего мы посрались? Мы как посремся, так как бы и описываемся вместе. И разберемся. Ой, надо, кстати, уже нам это выдвигаться, там, геоданные. В общем, ребят, у вас две минуты есть. Давайте, последние вопросы. Чтобы нас расстроить и все. Так. С Крестовым будут фиты, ну, точнее, с диджейом Шагманом будет. Подкаст тоже, кстати, с ним будет, все нормально. Надо мне просто добраться. Кто такая была шоу? А, это вот эта, которая продавщица? Вот, так, потом, следующее. В Зеленоград, ну, может быть, но, типа, если Зеленоград в Красноград переименует, я опять же говорю, что если красный, есть слово в городе, потому что мы только вот, ну, по красной теме решили теперь двигаться. Петуши на красная тема. Поэтому вот почему мы эфиры удаляем, как бы. С петуха в бригадиры, то есть такая программа, типа, с углада на это, на пальму. Игра в Квиттер. Я не знаю, что это такое. Ну, больше в это, в Кошачий клубок играть. Так. Ну, кстати, нет. Вот на самом деле нет. В Красноярске я уже был. Шумилинским. Ну, я, кстати, вот не могу ничего за них сказать. Ну, типа, так тоже привет-то не передают, ты же понимаешь. Незнакомому людям. Не играем ни во что, кстати, тоже. Да. Про Хоршаляпину, это вот у него там Мамин Макбук, песни классные есть. Сарство ему небесное. Еще вот это вот Бабушка-жена. Блин, прикольные песни такие вот у него, мне нравятся. Вот в Тосной интересно, или Тосной, даже не знаю где это. Ну, это под Питером же. Это же футбольный клуб Тосон существует, Илья. Ты меня поражаешься, вакуумный. Да мне говорю, мне вообще же ничего не надо. Красные зоны, возможно, у нас пока что, но в планах еще так. Так, все, у вас осталась минута. Вы все, блядь, ну, короче, пиздец. Ну, привозите нас, и вдвоем мы приедем просто. Ну, проблем будет втрое больше, нежели чем если по одному нас везти, а там вместе мы на сцене встретимся. Ну, да, кстати. Так что, ну, ищите себе проблем всегда на голову, это как-то помогает расшевелиться. Все, ну, тебя спросили. Можешь сам сказать, что все плохо. Ну, и, ну, взгляды я не могу тоже какие-то свои рассказывать. Я же не человек, который там это должен свое мнение вам рассказывать. Я должен только чужое мнение выдавать за свое. В Уфу на это, в Уфу собираемся вдвоем, на завод лодок устраиваться, хотим ПВХ, профессиональную резину клеить. И там буфет еще, говорят, очень хороший, очень хороший. Все оттуда выезжают ногами вперед из этого буфетика. Все, ребята, пожалуй, на этом мы заканчиваем свое шоу и удаляем эфир с Южей Скуны. Через три годика-то свидимся. Все мы там свидимся. Все, ребята, спокойной ночи и вам удачи.